Поправки и изменения в налоговом законодательстве вступили в силу с 1 января нового года. А какие именно, об этом и многом другом рассказала нашему телеканалу Евгения Маргун, заместитель начальника межрайонной инспекции налоговой службы номер 17 по Московской области. Если у вас есть основания пользоваться льготами, не забудьте подать об этом уведомление в налоговый орган до 1 апреля. Теперь сделать это станет проще. Наукоплательщик может представить в любой налоговый орган Российской Федерации. Если ранее привязка была, где находится объект, там мы подаем заявление, сегодня это не важно. В любой удобный вам налоговый орган. Кроме того, теперь вы можете не прикладывать к уведомлению о льготе, подтверждающей эту самую льготу документы. Однако налоговая инспекция все же рекомендует это сделать, но, повторюсь, не обязывает. Если вы не представляете вместе с заявлением документы, подтверждающие ваш льготный статус, то мы обязаны в течение 7 дней направить запрос в тот орган, который документ вам выдал. Получив от таких организаций документы, мы предоставляем льготу. И последнее изменение в налоговом законодательстве касается способа заполнения уведомления о льготе. Это нужно сделать разборчиво, печатными буквами и черными чернилами. Ну или подать заявление в напечатанном виде. Образец документа вы найдете на сайте Федеральной налоговой службы. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.